Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сегодня прокомментировал факты нарушения общественного порядка в Алматы. Напомню, вчера примерно в 6 вечера в микрорайоне Алгабас перед театром Алатау собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Все подробности в сюжете. На этих кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как люди на автомобилях блокируют движение на улицах Толиби и Абая. Они парализовали движение, создавая аварийные ситуации. По словам очевидцев, многие были в состоянии алкогольного опьянения. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, вели себя неадекватно. Любые собрания, демонстрации, митинги, их порядок, место и организация четко определены законодательством Республики Казахстан. В данном случае вчера группа лиц, в числе которых находился и Ренат Заитов, о котором вы сейчас говорите, собрались в районе Алматы-Арена. С точки зрения закона, значит, организовали незаконную демонстрацию или митинг. За ночь в колл-центр полиции поступило 1250 обращений от горожан. Из них 70% по ночным событиям. Население было напугано шумом и криками в ночное время. Уже дана правовая оценка действиям нарушителей общественного порядка. Участниками незаконных акций было допущено совершение нескольких уголовных преступлений. В частности, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Сейчас он находится в больнице. Также, по данным полиции, люди в нетрезвом состоянии закидали служебный автомобиль ДВД камнями. Данный факт зарегистрирован в реестре досудебного расследования. Правонарушители задержаны. Местными исполнительными органами в лице сотрудников Акимата было внесено предупреждение о том, что ими нарушается порядок проведения этих акций. Прокуратура об этой ситуации была разъяснена. Однако, они не желали прекращать. В связи с чем? Для проведения, еще раз говорю, разъяснительной работы, для объяснения четкого понимания требований законодательства, данные лица были задержаны и доставлены в подразделение органов внутренних дел. Как сообщают местные власти, ситуация в Алматы находится под контролем. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах. Полиция заявила, что не допустит нарушения общественного порядка. Любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом. Марк Брюшко, Хабар, 24.